Ближайшие парламентские выборы могут пройти по новой смешанной избирательной системе. Правила, по которым социалисты и демократы предлагают избирать депутатов, определены в объединенном законопроекте, представленном ко второму чтению и направленном в Венецианскую комиссию. Издание Newsmaker попыталось разобраться, какие ловушки для электоральных конкурентов и избирателей кроются в этом проекте. Ловушка номер один. Размытые правила формирования округов. Как отмечается в законопроекте, округа будет формировать центр избирком. Законом регламентируется лишь то, что округа создадут по территориально-демографическому принципу в одном или нескольких населенных пунктах с отклонением по числу избирателей максимум на 15%. Все остальные – прерогатива ЦИКа. Опрошенные Newsmaker-эксперты считают, что отсутствие четких, предусмотренных на уровне закона правил формирования округов, оставляют широкое поле для маневра и злоупотреблений при их политическом раскрое. Ловушка номер два. Отсутствие порога явки. В проекте нет упоминаний о явке, при которой выборы считаются состоявшимися. В результате состав высшего законодательного органа сможет решать меньшинство избирателей. Тем самым людей лишает инструмента политического протеста, бойкота выборов. При отсутствии порога явки это лишено смысла. Ловушка номер три. Выборы в один тур в одномандатном округе. Ловушка номер четыре. 30 дней на избирательную кампанию. Эксперт Игорь Бацан считает, что в молдавских условиях сокращение длительности кампании выгодно тем политическим силам, у которых есть медиахолдинги. Это Демпартии и партия социалистов, уточнил он. Их СМИ могут начать кампанию когда угодно. По его словам, в невыигрышных условиях остаются партии без медиа и внушительных финансовых ресурсов. Ловушка номер пять. Право быть независимым и одновременно партийным кандидатом. Согласно проекту, кандидат, включенный в партийные списки, сможет в то же время баллотироваться в одномандатном округе от этой же партии или как независимый кандидат. Опрошенные ньюсмейкером эксперты считают, что такое право на руку партиям с низким рейтингом и испорченным имиджем. Например, ДПМ. В то же время ПСРМ, в чьем законопроекте значится этот пункт, как полагают эксперты, в нем совершенно не нуждается. Учитывая, что партийные списки закрыты, избиратели в округах могут не знать, что баллотирующийся кандидат Икс проходит и по спискам партии. Выиграв в округе, он пройдет в парламент по мажоритарной системе и при этом освободит место в партийном списке для другого кандидата, который тоже пройдет в парламент. Ловушка номер 6. Личное присутствие кандидата. Согласно проекту, для регистрации кандидата в Центральной избирательной комиссии или окружным избирательным советом, кандидат должен лично представить документы. Таким образом, политики, по разным причинам не находящиеся в стране, лишены права баллотироваться в депутаты. Например, лидер нашей партии, мэр Бельц Рената Усатый, находящийся в России и не имеющий возможности приехать в Молдову, не смог бы выдвинуться в одномандатном округе в Бельцах, где, судя по опросам общественного мнения, он с высокой долей вероятности одержал бы победу и прошел в парламент. Ловушка номер 7. Сертификат о неподкупности. Согласно законопроекту, в пакете документов, которые подают потенциальные кандидаты, значится и некий сертификат о неподкупности, выданный в соответствии с законодательством. При этом не уточняется, каким органом его будут выдавать и на каких условиях. Эксперт Валерий Упаша отмечает, что термина сертификата о неподкупности кандидата в законодательстве нет. Он подчеркнул, что есть сертификат о профессиональной неподкупности, который Национальный Центр по борьбе с коррупцией выдает тем, кто прошел тест. По его словам, если подобные сертификаты будут выдавать НСБК, то это станет дополнительным фильтром для отсеивания кандидатов через контролируемый правящей партией орган, каковым является НСБК. Ловушка номер 8. Сбор подписей в поддержку кандидатов от Приднестровья. Кандидаты, выдвигающиеся от округов Приднестровья, согласно проекту, могут собирать свою поддержку в подписи избирателей любого округа. Получается, что избиратели из всех регионов Молдовы будут выдвигать кандидатов, баллотирующихся от Приднестровья. Это противоречит самому принципу мажоритарной системы. Едва ли такие кандидаты могут считаться репрезентативными для Приднестровья. Ловушка номер 9. Квоты для Приднестровья, Гагаузии и Диаспоры. В объединенном проекте нет ни слова об обещанной президентом Дадоном квоте в 25 депутатов для Приднестровья и Диаспоры. Не предусмотрена и квота для Гагаузии. Дадон публично обещал на Всемирном конгрессе гагаузов, который прошел в Камраде 5-6 мая, что ее обязательно введут. Тем не менее, социалисты не отказываются от намерений ввести обещанные квоты и утверждают, что до рассмотрения проекта во втором чтении внесут поправки. Однако спикер парламента демократ Адриан Канду назвал идею о 25 мандатах для Приднестровья и Диаспоры недопустимой и ложной. Ловушка номер 10. Отзыв мандата. Законопроект о смешанной системе вводит новое требование к кандидату в депутаты. Баллотироваться в депутаты не может политик, у которого ранее отозвали мандат. Сделано это может быть, например, по занеподанную декларацию об имуществе или по факту выявления конфликта интересов. В этом случае политик пожизненно лишается права снова быть избранным в депутаты. До сих пор под действие этого положения попадал лишь один политик, которого лишили депутатского мандата. Экс-премьер Владимир Филат, отбывающий 9-летний срок за коррупцию. В 2016 году число оснований для лишения депутатов мандата расширили. Решение об отзыве мандата принимает парламентское большинство. Учитывая, что правоохранительные органы и юстиция находятся под политическим контролем, это положение могут применять как инструмент давления на депутатов, не согласных голосовать за тот или иной проект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова